Здравствуйте! Сегодняшний выпуск программы «Необычный праздничный, ведь до Нового года остались всего сутки». И в этой предновогодней суете мы постараемся создать вам праздничное настроение. С вами Алла Кузнецова и Александр Мешков. И смотрите сегодня в выпуске. В этом году преобразился и самый главный символ Нижнего Тагила – Старожевая башня на Лисии горе. Еще 10 месяцев назад она буквально развалилась по кирпичикам. Сейчас же на новой площадке располагается музей – самый маленький в России. Для меня это событие стало самым запоминающимся, потому что Сергея Константиновича Носова я, наверное, никогда таким не видела. У него действительно были настолько добрые, настолько трогательные глаза, потому что он держал этого щеночка. Мне казалось, что он его вообще этому мальчику не отдаст. Резиденцию Деда Мороза построят рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Президентский». Сразу после новогодних каникул определят границы застройки. Но, как говорят в администрации города, земли для столь знатной персоны не пожалеют. Буквально на днях рядом со спортивным комплексом открылся первый на Гальянке большой ледовый городок – Демидов парк. Ну что, попробуем? По традиции сначала принято проводить год уходящий. Чем запомнился 2015-й тагильчанам? Год масштабных строек, глобальных проектов «Тагил» удивил многих. Даже при финансовых трудностях нам удалось реализовать все, что было запланировано. Да, Саш, действительно сделано было немало. Самый современный физкультурно-оздоровительный комплекс, самый маленький музей в России и самая красивая набережная. За год в нашем городе было реализовано несколько масштабных проектов. А новостройка кода – Антон Исаев. В апреле 2013 года президент России дал поручение реализовать два масштабных проекта по реконструкции Нижитагильского драматического театра и строительству физкультурно-оздоровительного центра на территории Галиана-Горбуновского массива. Спустя два года Владимир Путин сам оценил построенные объекты. Первый – новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Контрактная стоимость работ – 594 миллиона рублей. Это обязывает, повышает ответственность и перед президентом, и перед тагильчанами, так или иначе. Это наш объект, который нам прежде всего нужен. И спасибо президенту, что он поддержал тагильчан. Наша задача – мы ее выполним, построить срок, который мы обещали, обещали президенту. Непосредственно строительные работы заняли чуть меньше года. Хотя такие грандиозные объекты возводят за два. Строительство ФОКа постоянно контролировал глава города, проводил выездные совещания на площадке. Подрядчик уверял – работы идут практически в круглосуточном режиме. В итоге на Галианке появился комплекс, соответствующий всем современным требованиям. Оценили ФОК и профессиональные спортсмены, и руководство страны. Владимир Путин оставил письменную богатарность организаторам и строителям. Но главную оценку комплекса дали тагильчане, для которых и строился президентский. У меня ребенок ходит в плавание, ему очень нравится. Особенно, что здесь есть малая чаша, у меня ребенку 7 лет. Поэтому здесь очень красиво, очень доброжелательные сотрудники, тренеры очень хорошие. Все очень хорошо. Нравятся дорожки. Ну, дорожки большие. Самые стартовые тумбочки хорошие, в плане не скользит нога, как в том СОКе. Ну, дорожки шире, чем в СОКе, так что удобно плавать. Очень прекрасно. У меня сюда ходит сын, занимается. Ему очень нравится. Соответственно, и на результат все это отражается. Так что все прекрасно. Спасибо, что построили, создали все это. 11 месяцев ушло на реконструкцию драматического театра. Затраты составили 515 миллионов рублей. Полностью заменена сценическая аппаратура. Ее стоимость выше, чем общие строительные работы по зданию. Для удобства зрителей установили новые кресла. Специально выделили ряд для людей с ограниченными возможностями здоровья. Посвежал театр и снаружи. Единственное, что осталось нетронутым – роспись потолка в зрительном зале. Обновленный нежитагильский драматически распахнул свои двери для тагильчан в день города. В этом году преобразился и самый главный символ Нижнего Тагила – сторожевая башня на Лисии горе. Еще 10 месяцев назад она буквально развалилась по кирпичикам. Сейчас же на новой площадке располагается музей. Самый маленький в России. Общая стоимость реконструкции – 7,5 миллионов рублей. На площади примерно в 10 квадратных метров расположились скромные экспозиции истории Демидовых и Нижнего Тагила. Также был благоустроен подъем на вершину горы. День города Лисия гора стала центром массовых гуляний тагильчан. Осенью открылась и еще одна прогулочная зона – Тагильская лагуна. Масштабный проект стоимостью чуть менее полумиллиарда рублей был реализован за счет софинансирования города и федерации. Работы на набережной велись ускоренными темпами и под серьезным контролем мэра и тагильчан. Вся лагуна выложена из мрамора и гранита. На ней обустроены нескольких игровых зон и спортивная площадка. Неравнодушные жители города тоже несли свой вклад. В конце лета проводились массовые субботники и благоустроительные работы. В итоге новенькая набережная стала одним из самых популярных мест отдыха. Все хорошо, отлично гулять, очень нравится, особенно по вечерам. Нигде больше такого не видела. Хорошо, все тут удобно. Я даже удивляюсь, что как мало народу вообще-то все равно и ходит, и занимается, и все прочее. Ну, очень красиво здесь городская набережная. Мы всегда здесь гуляем, мы с внуком-то, нам нравится. Хороший вот аттракцион, он очень любит там с горки кататься, вот сейчас пойдем-то. В общем, очень замечательно, что сделано. Нам нравится. Главным объектом дорожного строительства стал мост-дуплер на улице Христогвардейской. Напомним, его возведение – первая часть масштабной реконструкции транспортной артерии на Фрунзе. Стоимость возведения временной конструкции – 82,5 миллиона рублей. Стройка уже, в общем-то, начинается, началась. Идут подготовительные работы. Срок сдачи моста по контракту – 10 ноября. Задача не только смонтировать мост, а задача сделать еще асфальтовое покрытие. На стадии строительства многие тагильчане переживали, успеют ли построить новый мост прежде, чем закроют старый. Поэтому строители работали в круглосуточном режиме. Даже внезапно установившийся пол от осени не вызвал серьезной задержки. В середине ноября по мосту началось движение. 2015 год показал – город кардинально преобразился. Следующий, 2016, обещает быть не менее плодотворным. Уже запланировано строительство моста на Фрунзе, продолжение тагильской лагуны и масштабная реконструкция нижнетагильского цирка. Антон Усайф, Павел Охотников, Егор Игошин. Новости Тагил-ТВ. 70-летие победы в Великой Отечественной войне самым значимым событием уходящего года назвал президент России Владимир Путин. И в Нижнем Тагиле достойно отметили священную для страны, судьбоносную для всего мира дату. Особое внимание этому событию уделила и наша телекомпания Тагил-ТВ. Тагил-Фронту. Материалы под такой рубрикой стали выходить в новостных программах Тагил-ТВ, начиная с февраля. В специальных репортажах мы рассказывали о том, как жил город в годы Великой Отечественной. Конечно, красной нитью проходила работа промышленных предприятий, вклад тружеников тыла в победу. Но не обойдены вниманием были и другие исторические страницы. Лечение бойцов и офицеров Красной Армии в военных госпиталях, размещенных в Нижнем Тагиле. Повседневная обыденная жизнь, где наряду с суровыми испытаниями находилось место высокому. Непосредственные участники событий охотно становились нашими собеседниками. Чтоб люди помнили, что было когда-то, и чтоб они знали, что это страшная в жизни война. Самое главное, чтоб люди не забыли и помнили, кто принес победу. В канун 9 мая в эфир Тагил ТВ вышел многосерийный фильм «Заслывшая война». Его авторы совершили путешествие по полям сражений и мемориалам Второй мировой. Побывали в двух десятках городов России, Германии, Польши, Чехии и Словакии. Задача, поставленная ими, перенести современного зрителя в страшные 40-е годы прошлого века. Рассказать, какую цену пришлось заплатить за разгром фашизма. Мы хотели, чтобы зрители посмотрели наш фильм и удивились, как наш маленький городской телеканал смог такой вообще воплотить. То есть обычно региональный канал снимают какие-нибудь местные музеи, местные события. Мы решили взять и поехать, начиная от Тагилы и заканчивая Европой. По России, по Европе, по разным странам. Репортажи о многочисленных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Победы, наши журналисты и операторы в конце зимы и начале весны готовили практически ежедневно. Снимали вручения ветеранам юбилейных медалей, митинги, акции, такие как пост номер один, Георгиевская лента, встречи ветеранов с молодежью. Общению с детьми придавалось особенное значение. Бесспорно, память о совершениях нашего народа должна жить в поколениях. Я считаю, что это очень важно, это очень правильно, что мы собираем информацию. Мы последние, кто видим этих людей, кто участвовал в этой войне. Остальные могут забыть, не вспомнить. И лучше это все задокументировать и показать нашим детям, внукам. Парад на театральной площади соответствовал масштабу знаменательной даты. Жители города увидели яркий драматичный пролог. По проспекту Ленина прошли военнослужащие и техника, в том числе легендарный танк Т-34. Замыкал в шествии бессмертный полк. Более трех тысяч тагильчан пронесли портреты своих близких фронтовиков, отдавая им дань уважения. Важно, что с последними залпами праздничного салюта победная тема не стала звучать тише. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Сергей Иванов. Каждый корреспондент службы новостей за этот год побывал в тысячи мест, рассказал о сотнях событий. Да, Саша, действительно, глазами именно наших ребят тагильчане видят происходящие в городе перемены. Поэтому мы решили спросить у репортеров, а что им особенно запомнилось в выходящем 2015-м. Люди, события, факты в следующем сюжете. Мне обидно. У меня оклад 2383 рубля. И вот за такой оклад я должна, не знаю, что, как, где должна деть людей. Слезы сестры хозяйки Клавдии Федорченко не оставили равнодушной нашего корреспондента Наталью Филимонову. Женщина много лет отдала медицине. И сейчас, когда нет средств на ремонт отделения, вынуждена старыми одеялами и пленкой утеплять окна. Пациентки же, в свою очередь, бедность гинекологического отделения облечили в интернете. Главному врачу первой городской больницы надо гордиться своим медперсоналом. Обычно представители СМИ в медучреждениях встречаются с какой-то опаской или вовсе закрывают дверь перед носом. А здесь нас встретили как родных, провели по всем отделениям, показали и отремонтированные, и не отремонтированные. Это неравнодушные, добрые люди. И поэтому вот эти вот слезы на глазах сестры, хозяйки, не оставили меня равнодушной. Она не просто ходит на работу, а пытается сделать отделение более уютным. Ну, братик, сестричка, у тебя есть? Самое главное. Ну, вот еще ему тебе, так как ты, говоришь, очень хорошо учишься, всех радуешь. Вот тебе такой подарок, который ты, говорят, мечтал. Для корреспондента Анны Хабаровой самым запоминающимся событием уходящего года стал подарок Сергея Носова мальчику с ограниченными возможностями здоровья. У Леши Рыболовлева с детства тотальная отслойка сетчатки глаз. О таком презенте он даже и не мечтал. Городоначальник в рамках акции «Тагил. Территория добра» преподнес школьнику золотистого ретривера. Для меня это событие стало самым запоминающимся, потому что Сергея Константиновича Носова я, наверное, никогда таким не видела. У него действительно были настолько добрые, настолько трогательные глаза, потому что он держал этого щеночка. Мне казалось, что он его вообще этому мальчику не отдаст. «Внимание, внимание! Пожарная тревога! Лесной пожар вне территории лагеря! Всем сотрудникам лагеря срочно покинуть территорию через главные ворота!» Свидетелем пожара, в результате которого едва не пострадал загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонек» стал Алексей Алексеев. Примечательно, что к возгоранию приложили руку сотрудники МЧС, проводившие тактика специальной учения. Имитация получилась настолько реалистичной, что для борьбы с разбушевавшимся не на шутку огнем пожарным и их помощникам пришлось всерьез применить все свои умения и навыки. «Ситуация оказалась неожиданной для всех. Все хорошо, что хорошо кончается. Ну а я уверен, что по-другому и быть не могло». Не по годам развитые таланты семилетней Вики Стариковой впечатлили корреспондента Тимофея Данилова. На просторах интернета девочку знают, как Викторию Викторовну. Ролики, в которых девочка поет и играет на синтезаторе, набирают миллионы просмотров. Эту песню о тебе постоянно в голове, мне теперь одно не справится, не нравишься мне, не нравишься мне, да не нравишься мне. В этом году юное дарование заметили на международном конкурсе «Супердети поколения М», в котором тагичанка стала лучшей. Учебу в политехнической гимназии и занятия в музыкальной школе Вика совмещает с цирковым искусством. Три года она занимается в аншлаге. Поразила меня многогранность Вики. Во-первых, она прекрасно поет, играет на музыкальном инструменте, причем песни в ее исполнении звучат даже лучше некоторых оригиналов. Ну и во-вторых, для меня было абсолютным открытием, что она и выступает в цирке «Аншлаг». И думаю, что ее целеустремленность, трудолюбие, главное скромность может послужить уроком для любого взрослого. Самое важное событие в уходящем году – визит главы государства. Наша съемочная группа получила право встретить президента на первом объекте – Фоки президентский. После нескольких часов ожидания и скрупулезной проверки охраной – долгожданный момент выхода президента. Для корреспондента Антона Исаева и оператора Александра Штрауха это первый опыт съемки главы государства. Когда мы все-таки его увидели, это было в Фоке, в зале, в специальном зале, занимаются волейболом, баскетболом, все прям, ну, было такое ощущение маленького восторга, и хотелось, конечно, сделать фотку на память. И даже удалось это отчасти, конечно, не так, как хотелось бы, но все-таки она есть. Ну и надеюсь, что это не последняя встреча с первым лицом государства в нашем городе. И в 2016-м будем держать вас в курсе событий. С наилучшими пожеланиями служба новостей Тагил-ТВ. А теперь о том, что нас ждет. Резиденция Деда Мороза появится в Нижнем Тагиле. Масштабная стройка уже обсуждается в мэрии. Да, действительно, Великий Устюг перестанет быть домом главного новогоднего волшебника и любимца детей. И такое решение вполне объяснимо. Нижний Тагил в этом году стал третьей столицей событийного туризма. Впереди нас только Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург. О Великом Переселении расскажет Наталья Филимонова. В 2016-м году Нижний Тагил намерен удивить не только регион, но и весь мир. Вновь начнется грандиозное строительство. Резиденция Деда Мороза из Великого Устюга перекочует во второй по величине город Свердловской области. Площадка под знатный терем уже определена. Резиденцию Деда Мороза построят рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Президентский». Сразу после новогодних каникул определят границы застройки. Но, как говорят в администрации города, земли для столь знатной персоны не пожалеют. Ледовый городок, появившийся рядом с ФОКом, в этом году начало реализации программы «Дед Мороз – тагильчанин». Здесь приземлялись вертолеты, президентские вертолеты. С этого места посещение Нижнего Тагила в 2015 году начало. К концу следующего года здесь остановится повозка Деда Мороза. То, что тагильчанам под руководством мэра удается воплотить в жизни этот план, который пока на бумаге, как всегда, вызвало сомнения. Главе города пришлось выдержать шквал вопросов, но, как всегда, убедил. Мы акты не подписываем на неготовые объекты. Проект получил одобрение. Это, я бы сказал, мечта любого города, и столичного, и областного, и любого муниципального крупного города. Поэтому этот комплекс вполне соответствует и уровню, и содержанию. Сейчас финансисты администрации и депутаты городской думы ищут пути пополнения муниципальной казны. Те и другие уверены, налоги отдавать в область не стоит, стройка предстоит затратная. Также прорабатываются и дополнительные источники гарантирования. Администрация города на сегодня принимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить поступление в бюджет города неналоговых доходов. Если смотреть, в 2012 году у нас было 30% подохода налога оставалось на территории города. Для сведения всех у нас собирается налога порядка 40 миллиардов рублей. И сегодня собственные доходы 2 миллиарда 388 миллионов рублей. Это, по сути дела, наши расходные обязательства. По мнению наших специалистов, терем ни в чем не должен уступать лучшим зарубежным жилищам, того же Санта-Клаусам. Ну вот посмотрите, вот второй этаж достаточно интересно оформлен. Вот эти вот прямоугольные такие сандрики с имитацией замкового камня. Вот в разбежку такой, даже не в разбежку, вот этот вот карнизик очень интересного профиля, плюс еще декоративные вот эти вот детали. Ну а пока все в хлопотах от предстоящих работ, появилось немало желающих переехать в Нижний Тагил, что, кстати, обещает значительно пополнить бюджет города. Плюс доходы от туристов. Мы и так уже третья столица событийного туризма в России. Будем первая. Сам Дед Мороз с нетерпением ждет новые апартаменты, чтобы радовать и детишек, и взрослых. А для некоторых 31 декабря это двойной праздник. Некоторые тагильчане, Саш, готовятся в эти дни не только ко встрече Нового года, но и к празднованию собственного дня рождения. Как живется людям, у которых он украден всенародными празднованиями? С теми, кто встречает свой день рождения 31 декабря, встретилась наш корреспондент Анна Хабарова. Получилось так, что маму положили на сохранение, и вообще должна была родиться в феврале месяце. И у него были преждевременные роды. Я родилась 7 месячная. 31 декабря в 4 часа дня. Для своих 7 месяцев Валерия Уткина родилась достаточно крепенькая и без прирождений цыпленка табака, так прозвали девушку прирождений, составил кило 900. Из года в год традиционное блюдо на праздничном столе – фруктовый салат. До 7 лет девушка жила в Ташкенте. Тогда все эти дары природы вспоминают, в магазине не покупали. У нас там дачи в горах, все растет, виноград, черешня, персики, грецкий орех. Все растет в огороде. Готовить и принимать гостей, говорит Валерия, ее хобби. Для девушки Новый год всегда торжество семейное. Пока часы не пробили полночь, смеется, вспоминая известную сказку «Праздник ее». После боя курантов друзья начинают поздравлять друг друга с Новым годом. Мы собираемся всегда у родителей, туда приезжают все мои друзья. Это часов 5-6 вечера. Все меня поздравляют. Часов до 11, до 10 мы сидим, а потом все разъезжаются по домам отмечать Новый год. Ну, в основном дарят один подарок. Ну, бывает и два. Еще один везунчик, который родился 31 декабря – Ренат Мандиев. Появиться на свет в такой день он считает заслугой родителей, потому называет себя праздничным человеком. Много лет юноша играет в баскетбол, но особую роль в его жизни занимает бокс. Именно он помогает снять напряжение после суток работы. Как правило, последние годы день рождения выпадает на рабочую смену. Несмотря на это, с детства Новый год для Рената семейный праздник. С подарками в целом дела всегда один. Подарок подарили много, друзей много и родные, близкие, в принципе, много подарков. Но всегда один, только на день рождения. Новый год как-то мне это проходил стороной. Самое главное – внимание родных, близких, друзей. Поэтому относился к этому всегда хорошо. Повезло родиться 31 декабря и Елене Сергиной. Она появилась на свет в 9 утра. Сегодня женщина преподает изобразительное искусство в 61-й школе. В преддверии новогодних праздников третий классники рисуют транспорт для Деда Мороза. Как козерог, к тому же скромный человек, свой день рождения Елена афишировать никогда не любила. Может быть, поэтому смеется, подарков было меньше. С подарками в детстве было обидно, потому что, в принципе, как-то было меньше подарков. Допустим, у детей день рождения отдельно, у Новый год отдельно. Да, у меня как-то так подгадывали всегда все, не только родственники, но и друзья, что, в принципе, один, но может быть большой. Совмещать два праздника в одном придется и третий класснице Дарье Шульженко. Обычно отмечает торжество с родителями и друзьями дома или в развлекательном центре. Мне не очень нравится 31 декабря день рождения, но подарков у меня всегда по-разному. Я хочу, чтобы на Новый год подарили котенка Деда Мороз, а на день рождения как бы, я не знаю. Даша решила нарисовать для Деда Мороза необычный оригинальный транспорт. Именно на нем, надеется девочка, сказочный волшебник, привезет ей заветный подарок. Энтони Хопкинс, Вел Кюмер, Николай Цискоридзе, многие известные личности, также отмечают свой день рождения 31 декабря. Астрологи считают, их главной жизненной ценностью являются культурные достижения. Может быть, именно поэтому столь много козерогов успешны в области музыки, кино, живописи и спорта. Анна Хабарова, Александр Штраф, Павел Охотников, Михаил Крюков, Егор Игошин. Новости Тарью ТВ. Да, уж действительно повезло людям с такой датой рождения. Саш, на свой двойной праздник они наверняка начнут готовить салат оливье и петь новогодние песни. Алла, а ты знаешь ингредиенты этого популярного салата? Конечно, ну, во-первых, это зеленый горошек. Стоп, у нас на очереди новогодний блицопрос. Итак, мы спросили, из каких ингредиентов состоит салат оливье? Где родители Снегурочки? И придумайте оригинальное окончание фразы из песни «В лесу родилась елочка». Посмотрим, что из этого получилось. Из разных компонентов. У кого, из чего. По-разному бывает. Картошка, морковка, яйцо, колбаса, лук, майонез, сметана, кто как любит, зеленый горошек. Картофель, яйцо, колбаса, зеленый горошек, майонез. Оливье у нас еще стоит зеленый горошек, картофель. Честно говоря, ни разу оливье сам не делал, поэтому занимается жена. Поэтому, наверное, из этих компонентов и состоит. Колбаса, картошка, майонез, сметана, лук, наверное. Майонез, горошек, соленый огурец, картошка, лук, колбаса. Картофель, огурцы соленые, горошек обязательный. Родители Снегулечки у нас в этом, на севере. В Костроме. Вот это сложный вопрос. Надо спросить, наверное, у их отца, то есть у Деда Мороза. Так, это я в ЗАГСе уточню, даже не готов ответить. Но они-то должны знать, кто ее родители. Родителей нет, наверное, нет, только нет. На Северном полюсе. На Северном полюсе. В лесу родилась елочка, в лесу она была. Зимой летом стройная, голубенькая была. В лесу родилась елочка. В лесу родилась елочка. И знание принесла. Да здравствуют все дети. Ура, ура, ура. В лесу она росла. До тех пор, пока ее, к сожалению, не срубили. Рубить нельзя лучше искусственной елочке. Красавица была. В лесу она и умерла. В эти предновогодние дни мы создаем праздничное настроение вместе с тагильчанами. Наша телекомпания подхватила идею Сергея Носова. И мы организовали акцию «Новогодняя кошка». Мы призвали тагильчан украшать окна в доме, школе, офисе, чтобы вместе создать атмосферу ожидания праздника. И вот Новый год уже на пороге. А мы можем подвести итоги акции. Тимофей Данилов заглянул в каждое новогоднее окошко. Разноцветные гирлянды, ажурные снежинки и яркая мишура превратили город в новогоднюю сказку несколько десятков тагильчан. Участники постарались создать тематические композиции. Например, сотрудники городской библиотеки украсили окошки фигурами литературных героев книг и русских классиков. А в старшей группе 163-го детского сада появилась целая иллюстрация к сказке Бажова. Малыши этого дошкольного учреждения стали последними участниками акции «Новогодняя кошка». Украшали моего гирляндой, снежинками, серебряным копытцем. Мы с елочки взяли снежинки, повесили их на окошках и получилась сказка «Серебряная копытца». Почему нужно украшать именно окошко на Новый год? Чтобы красиво было. Дед Ромороз порадовался узорами. Самому взрослому участнику акции 70 с небольшим, самому юному 4 годика. Рекордное количество красочных огней на окнах у семьи Осанкиных, которая украшает свой приусадебный участок и дом уже больше 10 лет. Одна из самых оригинальных идей для оформления окошка у библиотекаря Татьяны Никитиной. Своё рабочее место она украсила композицией в славянском стиле в Итенанке. Победителей акции мы объявим после новогодних праздников. А пока давайте вспомним самые интересные работы тагильчан. Тимофей Данилов, Сергей Иванов. Новости Тагил-ТВ. Саша, а ты знаешь, под знаком какого животного пройдет наступающий 2016 год? Если честно, нет. Под знаком красной огненной обезьяны. И знаешь, это животное будет точно требовать от людей физической активности. Видимо, отлежаться в эти длинные праздничные выходные на диване не получится. Точно не получится. Да и зачем наш корреспондент уже протестировал все горки и катки и готов поделиться опытом, как весело и активно провести каникулы. Лёд, сталь и чай, чтобы согреться. Катание на коньках – отличный вариант досуга как для новичков, так и для настоящих профи. Выбор кортов тагиле радует. Только платных четыре. Что уж говорить о катках со свободным входом. Впрочем, для хорошего отдыха главное – крепкий и ровный лёд, большая и весёлая компания. На стадион «Юность», как правило, приходят большими компаниями, чтобы повеселиться, пошуметь или отдохнуть. А каток в парке имени Бондина пользуется популярностью у любителей новогоднего уюта и романтики. Давайте принимайте участие перед стеной, а трансом начинается. Часто с родителями учатся кататься малыши, так что смотрите внимательнее. Не сбейте будущих конькобежцев. Кстати, этот каток уже можно назвать международным. Я приехала из Казахстана, у меня друзья позвали сюда кататься на каток. Здесь музыка играет, хорошо кататься, ровно идёт. Ну и у нас традиция, если мы в каникулы, перед каникулами туда ходим кататься на каток. Именно на этот с пятого класса. Здесь кинкороли домашние, уютные. Опять-таки, сына немаловажную роль играет. Школьники у нас разного материального достатка есть. Тут достаточно ценно, демократичная музыка играет, ролочка стоит, почему нет. И красиво вот дети подсказывают. Какие новогодние каникулы без традиционных катаний на горках и гуляний в ледовых городках. Начать наш тест-драйв мы решили с Фока Президентский. Буквально на днях рядом со спортивным комплексом открылся первый на Гальянке большой ледовый городок – Демидов парк. Ну что, попробуем? Помимо двух больших горок, на площади в несколько сотен квадратных метров разместились ледовые скульптуры, посвященные Тагилу историческому, современному и будущему. По вечерам здесь загорается подсветка, и городок превращается в сказочное государство. На ней весело. Очень весело. Она длинная. И быстрая. И крутая. Скользкая. Очень здорово. Особенно детям. Ну и взрослым ничего. Ледовый городок у Дворца культуры НТМК знает каждый ребенок, у которого мама или папа работают на комбинате. После новогоднего представления и танцев у елки, прокатиться на ледянке с горки – самое оно. А на площади у Дворца культуры имени Окунева расположились снежные фигуры, построенные работниками Уралвагонзавода. Корпоративный конкурс на лучшую скульптуру здесь проводится впервые. Вот сделали фортепиано живое, и у нас еще либо колобок, либо яблоко. Кто как думает. Тоже живой. И оба в шапках у нас, чтобы они замерзли. Я люблю сюда ходить, занимаюсь спортом. Тут красивые фигуры, горки, очень скользкие. И на них очень весело кататься. Чем хороши городки? Тем, что каждый год разная тематика. В этом году, например, тематика новогодняя – это мультик, всеми любимый нами, с детства еще. Карабас-Барабас, Буратино. Поэтому приходите, смотрите, очень интересно. Главный видовый городок Тегила находится здесь, на Театральной площади. В этом году его тема – заповедный Урал. Каждый день сюда приходит не один десяток детей и взрослых. А в новогоднюю ночь здесь, по традиции, соберется весь Нижний Тегил. Все время ходим сюда. А чем привлекает? Ну, так красиво украшено, горки красивые. Ребятам можно покататься. Для каждой горки на площади, маленькой или большой, найдется свой хозяин с ледянкой. Также можно попробовать свои силы и выбраться из ледяной чаши или лабиринта. В начале я пошла не в ту сторону, а потом я пошла и сразу выбралась. Тут все фигуры, они как бы чистые из-за льда. Тут больше льда, чем дерево, как там на дыгах. Тут больше, тут все из-за льда. Так это, наверное, опаснее. Вот вы залазите, не упадете? Нет, мне вообще выхлопились. Где отдохнуть – решать вам. Главное – не сидеть дома в новогодние праздники. Тимофей Данилов, Александр Штраух, Сергей Иванов. Новости Тагил-ТВ. Алла, в начале выпуска мы предупредили тагильчан о том, что покажем сюжет розыгрыш. Как думаешь, тагильчане догадались, что это было? Я думаю, что догадались не все. Потому что в нашем городе и с нашим мэром, ну а особенно под Новый год, возможно, все. Разоблачение все-таки будет. Резиденция Деда Мороза останется в Великом Устюге. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы она переехала к нам. Действительно, было бы здорово. Ну а каких перемен ждут тагильчане в наступающем 2016 году и чего, по их мнению, не хватает в городе? Узнали наши корреспонденты. Наш город вообще стал красавицей. Но нам бы хотелось, вот мне лично, я живущая рядом у набережной, конечно, чтобы через наш пруд проходил такой красивый белый мост. И, конечно, хотелось, чтобы на Фрунзе мост сделали, чтобы два-три моста было. Там не надо ни мостов, никаких ничего, а вот катер бы, я такой, ну, небольшой бы. Прогулка по воде, это вообще туда гальянка, это... У нас набережда такая, попробую подлили дальше. Такая прелесть у нас, в общем, и так все довольны. Хочу, чтобы на улице Городника построили новую площадку. У моста начались тагилы. Да, ждем мост. Развязку сделать, движение большое сейчас. Машин-то много, но мост... Ну, Сергей Константинский нам пообещал. Ну, и на вылево мост тоже подремонтировать. Мост наконец-то с вагонки на гальянку. Ну, хотелось бы, чтобы чемпионат мира по футболу как-то коснулся Нижнего Тагила, который будет проходить в 2018 году в Екатеринбурге. Ну, может, построили какой-то большой комплекс или стадион. Ну, мне кажется, как-то при вокзале у площади как-то нужно улучшить. Таковы были события 2015 года. Нам остается пожелать вам только хороших новостей. Удачи и веселых праздничных выходных. До встречи в новом 2016 году. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова